Стратегия США Весьма ограничены в ресурсах В любом случае, основными целями боевых действий Американцев против ИГИЛ будут Сирийские города Ракка, Дер-Иззор И Иракский Масул Нет сомнений в том, что иракские силы безопасности Которых активно поддержат ВВС США И американский спецназ Отобьют у ИГИЛ западный Масул Это лишь вопрос времени Данный шаг не завершит войну с ИГИЛ в Ираке Но станет поворотной точкой смены Стратегии ИГИЛовцев Террористы сосредоточатся на партизанской войне В районах, которые формально контролируют Иракские силы безопасности и их западные союзники Ситуации в Ракке и в Дер-Изоре Гораздо более трудны В них вовлечены множество региональных и мировых держав Проблема заключается в том, что Если США подключит турков к операции по штурму Ракки То это резко ухудшит отношения с сирийскими курдами Которые являются ядром и единственной боеспособной силой Так называемых сирийских демократических сил Таким образом, США потеряют единственную лояльную Или частично лояльную им местную силу И будут вынуждены полагаться на турецкую армию Катарский и Саудовский спецназ Которые, скорее всего, уже участвуют в боях В то же время это позволит Дамаску и Москве Заявлять о том, что Катар и Саудовская Аравия Официально участвуют в конфликте Сейчас Доха и Эр-Рият Отрицают свое фактическое участие в войне Даже несмотря на постоянную поддержку террористов в Сирии В свою очередь, крупные СМИ и эксперты, получающие финансирование от монархии залива Обденят Тегеран в участии в конфликте Если США решат отклонить запрос турков на участие в наступлении на Раку То это обострит отношения между турками и курдами в Сирии И вынудит Пентагон более активно применять собственные войска В марте западные Манбиджа прошли бои между протурецкими силами и СДС, которых поддерживают американцы Формальное присутствие американского спецназа не помогло их курдским союзникам Напряженная ситуация также вынудила СДС активизировать контакты с законным сирийским правительством Представленный Мэттисом план также содержит предложение по увеличению американского военного контингента в Сирии для борьбы с ИГИЛ Что постоянно предсказывал Южный фронт Без значительного присутствия американцев непосредственно на месте событий СДС вряд ли смогут отбить у ИГИЛ и Раку без запредельных потерь Третий вариант, который отвергают крупные американские политики Это сотрудничество с Москвой и Дамаском Оно приведет к быстрому разгрому ИГИЛ в Сирии, освобождению Раки и Дер-Изоры Более того, успешные наступления сирийской армии и ее союзников на ИГИЛ восточной Алеппо и в Пальмире Ясно показали то, что Тегеран, Дамаск и Москва располагают достаточными ресурсами, чтобы помогать в войне против ИГИЛ Однако властная элита США категорически не переносит Россию И потому сотрудничество между США и Россией будет, скорее всего, ограничено или даже жестко саботировано Касательно Дер-Изоры, американцы могут попытаться применить обученных в Иордании боевиков для атаки на город с южного направления Однако разгром проамериканской группировки в 2016 году сводит практически на нет шансов того, что в 2017 году они смогут биться против ИГИЛ Таким образом, для поддержки наступления в данном районе США и их союзники будут вынуждены перебрасывать отряды спецназа или даже сухопутные войска Польский спецназ уже переброшен в Иорданию, где будет действовать совместно со своими коллегами из Франции и Великобритании Согласно докладам, Альянс во главе с США создал объединенный командный центр для координирования действий всех сторон, которые будут участвовать в наступлении на ИГИЛ в данном районе Таким образом, судьба квази-государства ИГИЛ в Сирии и в Ираке предрешена Жесткое давление в Центральной Сирии со стороны Альянса Ирана, Сирии и России, а также интенсификация операций под руководством США на востоке Сирии и на западе Ирака Быстро развалятся на провозглашенный халифат Но вопрос в том, как же будут разделены сферы влияния после разгрома ИГИЛ